Привет! Мы, украинские блогеры, хотим поговорить с вами, нашими коллегами из России, людьми которых смотрят, слушают и любят. Мы не будем вас сейчас ни в чем обвинять, давайте просто поговорим. Вы знаете, что происходит в нашей стране. Шесть дней назад Путин приказал атаковать суверенное государство Украины, мой дом. В пять утра начались взрывы, нас начали бомбить. Представьте, что все, что вы берегли, любили, чем городились, больше не принадлежит вам. Она отобрана липкими, горячими лапами зла. А вам остается просто сидеть по бомбежище и думать, я сегодня выживу или... С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети, старики. Своими действиями армия Российской Федерации нарушает множество норм международного гуманитарного права, потому что их снаряды приземляются в роддома, в больницы, в детские сады. Нашу культуру, экономику, а главное, жизнь уничтожают. Обвиняем ли мы вас в этом? Ваш президент угрожает нам ядерным оружием. Не нам, всему миру. Он говорит нам, если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший? Если он нажмет на кнопку, пеплом покроются ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, ваше кафе, где вы пьете фильтры. Не станет и вас. За это мы вас обвинять тем более не можем. Но ведь, ребят, давайте на чистоту. Каждый же из вас, я уверена, хочет еще собраться с друзьями, посмотреть нового Бэтмена или просто взглянуть на чистое, мирное небо над головой. Вам же всем есть ради чего жить. Как и нам. Почти неделю наши военные борются с открытым нападением на фронте, а все украинцы делают это вдруг. Несмотря на катастрофу, Украина объединенная и сильная, как никогда. Во Львове ищут лекарства для жителей Мариуполя. Кропивницкого принимают беженцев из Чернигова. А в Киеве, где я сейчас нахожусь, во время воздушной тревоги люди развозят еду нуждающимся. Больше нет я и вы. Есть только мы, украинцы, пропитанные волей и ненавистью к насилию. Наша армия уже убила 6 тысяч русских военных, молодых ребят. Гробы уже едут домой и продолжат ехать, если ваша власть не перестанет нас бомбить и на нас нападать. Обвиняем ли мы вас в этом? Нет. Нам даже жаль, что в Украине умрет столько россиян. Вы не заслуживаете хоронить своих близких из-за чужих кровожадных амбиций. Конечно. Ваша власть не говорит вам правды. Она оберегает вас от ужаса и паники. Но вы-то сами на себе уже прочувствовали все болезненные санкции и экономический обвал, который касается вашего кошелька и вашей бытовой жизни. Европу будете смотреть через ВПМ. Мерседесы станут артефактами полной свободы. Лечиться вы будете отечественными мазями. Вас, как ядовитого паука, накрывают банкой перед последующим препарированием. И это не фантазия. Это лишь начало вашей изоляции. Вы чувствуете? Видите? Вам страшно? Тогда почему бездействуете? Обвиняем ли мы вас в молчании? Да. Вы – сила и голос вашего народа. И, наконец-то, вам представился шанс менять свою жизнь и жизнь вашей аудитории к лучшему. Сделайте сториз о том, что на самом деле происходит в Украине. Напишите пост о геноциде, который устроил Путин всем людям. Выскажитесь. Расскажите о разрушении, которое началось в Украине и приближается к вам. Ваш президент взрывает наши города, но с вами он поступает куда страшнее. Он уничтожает вас медленно и мучительно, плавно вырывая ваш язык и руки. Если вы его не остановите, вас ждет медленное загнивание и гражданская война. Вспомните историю и поверьте, к вам не придет на помощь весь мир, разнимая столкновения. Вас бросят умирать. Не дайте этому случиться. Говорите, открывайте правду, призывайте людей не терпеть. Ваша свобода – ваш выбор. Да, вы не обязаны идти на митинги, но вы можете использовать ваше сильное оружие, вашу позицию и ваше слово. Промолчите сейчас, потом будет уже поздно, так как угроза ядерной зимы как никогда близка. Сколько можно молчать?